Музыка 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 Один Музыка Музыка Радион Музыка Музыка Е idé Музыка Но созреве Сued Передача с левой ногой на ЦИКа. ЦИК увидел забегание Рафановича. Рафанович ходит в штрафную. Остается еще в Александр. Да, передача в районе 7-метровой отметки. Рябых, что сделал Николай, разворачивается удар, направляет мяч. В игру начал голкикер Кумишан Александр Мамович. И опять же продольная передача. Первый на подборе наши ребята. ЦИК увидел взрывание Рябых и выходит левой ногой. Открывает счет в матче на 19-й минуте. Ну вот, дамы и господа, связка 2, Р и 3-го сработала. 19-ая минута. 14-й тур. Футбольный клуб «Гомель». Футбольный клуб «Славия Мозырь». Чемпионат дублеров. Головащев. Вступил в борьбу. В голосу прощается Брестокомля. Удар. Перекладина и воротцов. Неплохо. Подача и красавец добил. Казалось бы, Брест. И мягкой передачи находит Рябых. Выход 1-1. Копия момента, когда Рябых забивал первый мяч. На этот раз у Николая не получилось. Но тем не менее, все равно. Браво, здорово. От себя ЦИК. Сазончик умудрился левой ногой снова сделать классную передачу. Прямой удар, я имею в виду, будет носить мистер Гомеля. Нет, быстренько решился. Так, Базончиков стоит штрафной. Разбег, подача. Сокол на выходе играет плотом правой руки. Мяч на него все равно подлетает. Повторный заброс. Вот он, нарушение травмы. Как-то вверх. Если кто-то отмолчит, то... Сокол оказался на газоне, но все-таки сумел сохранить мяч все их рука. И убивает сейчас мяч достаточно далеко. Положение не гранит. Рябых выход один на один. Мяч попадает в перекладину. Пытался сейчас пробить. Высокий прессик со стороны наших ребят. Ошибается. Голки перешут. Николай Рябых. А Николай Рябых становится героем не только первого тайма, я думаю, но и встречи. 2-0. Вот такой вот подарок для независимости футболиста вставе сделал Александр Налмович. Выход может получиться у наших ребят. Этот Крес оказался на позиции центра форварда. Выбирается одного, второго. Чуть оттасся на эту сторону. Но там сезончик один. Можно забивать третий мяч. Котлеров удар. Мяч продает кого-то из футболистов Гомеля. Отскакивает. Ну и в этот момент. Звучит целом. Хвисток. Сезончик. Удар сейвича после Александра Налмовича. Пытаются они большими силами создать кое-что опасное у ворот материала. И получается удар сейв Сокола. И еще раз через себя. Но такие удары. Через Центрагау. Потом передача посадила направо. Прострел. Опасная удар. У ворота в Мудрской славе. Это Дубровский был с мячом в штрафной славе. И снова Дубровский с мячом. Сумел он отобрать мяч. Там с ним был. Сократил угол обстрела. И с другим не совсем поняли. Атака в тренд-тенке продолжается. Чуть было. Николай Рябов не владел мячом. Не обокрал. Стокомеля. Ну а там опять же Драпеза вылил на ударную позицию. Перевод на левый фланг. Там никого из футболистов славе нет. Дроздов. Передак. Пытался нанести удар поворотами. Поднимает правую руку. Вверх. Созончик подачи. Неплохая подача получилась. И первым на подборе. Еще далековато убивает мяч голкипер Габельчан. Встречался с ним уже Сокол. А там Рябов. Сможет он уже отрабыл на РНУ. Да, пытался перебросить. Наумовича не получилось. Сыграть в основное время второго тайма. Вот так незаметно. Второй тайм. По крайней мере для меня. А там уже Рябов. И Шпот. Здесь Кистак молчит. Выходил навстречу. Рябов. Здесь Рябов. Передача на Созончик. С этой позиции можно пробить. Нет. Еще левее на Уфу от Ханга. Чуть в центр. Правой ногой подача. И спокойно выходим на Моевич. О том, что дублирующий состав Мужской Славии сумел удержать победу. А вчерашняя не совсем удачная игра по счету. Я имею в виду... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова